Нестабильная экономическая ситуация в стране в период пандемии привела к активизации мошенников всех мастей. В частности, правоохранители фиксируют заметный рост фальшивого монетничества, особенно в последние 2-3 месяца. Среди лидеров, где чаще всего замечаются поддельные купюры, такие города и районы, как Тверь, Киморский, Ржевский и Калининские муниципалитеты. С начала года сотрудники полиции зарегистрировали 96 фактов сбыта поддельных денежных купюр. Риск получить на руки подделку наиболее вероятен на рынках и в небольших магазинах. Будьте осторожны при расчёте наличными при крупных сделках. Полученные при этом купюры лучше сразу проверить на подлинность с помощью специальных банковских устройств. Фальшивки, изготовленные в конце 2019 и в нынешнем 2020 годах, на глаз практически невозможно отличить от оригинала. Как правило, не специалисту определить её на ощупь, на свет, на перегибание практически невозможно. Есть более старые купюры, у них, как правило, либо отсутствуют водяные знаки, либо ленточка, проходящая через всю купюру, отходит, либо они просто ветхие. Но, как показывает практику, в настоящее время, в прошлом году, и в основном в этом, и уже больше в этом, денежные средства поступают практически идентичны реальным денежным средствам, настоящим. Производят фальшивые деньги преимущественно в Москве и Московской области. Чаще всего подделывается пятитысячная банкнота. Способ доставки фальшивок в регионы тоже усовершенствовался. Если раньше были сбыты, все практически осуществлялись с рук на руки, то есть люди привозили из Дагестана, из Чечни, были большие партии оттуда привезённых денег, то сейчас ни одного факта нами не было установлено, чтобы с рук на руки передавали все путём бесконтактных передач интернет-ресурсов. Теперь для передачи фальшивок в оборот преступники используют всемирную сеть. Существует незаконный сайт, который неоднократно блокировался правоохранителями. Но у закрытого сайта открываются так называемые зеркала, через которые передаётся информация о местонахождении фальшивок. Бесконтактный способ передачи подразумевает закладки. Те самые, которые используют для распространения наркотиков. Нами установлено, что люди приобретают и наркотики, и фальшивки фактически за один заезд. С начала года сотрудниками полиции окончены и направлены в суд 13 уголовных дел по сбыту фальшивых денежных знаков. А всего в 2020 году, по состоянию на 15 июня, зарегистрировано 96 случаев сбыта фальшивок. По раскрываемости этого вида преступлений Тверская область на первом месте в Центральном федеральном округе. Рассказывая о профилактике и пресечении таких преступлений, Виталий Копейкин уточнил, получить фальшивку через банкомат практически невозможно. Бывает, иногда мы задерживаем сбытчика, говорит, что получал деньги из банкомата, показывает банкомат, и действительно снимал деньги из банкомата. В ходе проводимых ОРМ мы устанавливаем, что эту купюру он получал не там, и фактов получения с банкомата поддельных денежных купюр нет. Практика показывает, действия фальшивомонетчиков сводятся к элементарному размену подделки под предлогом получить на руки купюры меньшего достоинства, либо на фальшивку приобретается недорогой товар. И еще раз напоминаем, чтобы не стать жертвой преступников, избегайте расчетов по крупным сделкам наличными. Незамедлительно проверяйте полученные на руки деньги в банке. Как правило, только там распознается подлог. Если сомневаетесь в подлинности купюры, запомните приметы сбытчика, в каком направлении и на какой машине он удалился, и не откладывая сообщите о случившемся в полицию по телефону 102. Субтитры сделал DimaTorzok